Инвестиции в эпоху перемен, то есть, что это такое, откуда это взялось? Есть проект, есть закрытый клуб инвесторов Max Capital, где участники развивают свое инвесторское мышление, где мы, соответственно, все это проходим, изучаем фундаментальные вещи, даем сигналы торговые, ежемесячно встречаемся на вебинарах, чтобы отвечать на вопросы, как различные события, новости влияют на движение капитала и, соответственно, выстраивали планы на следующие 6-12 месяцев, в каких активах находиться, какова должна быть диверсификация, что может произойти, но там без лишней скромности, наверное, могу сказать, что фактически было спрогнозировано то, что сейчас в мире происходит, оно было спрогнозировано в феврале 2020 года, то есть, фактически был закрыт только Китай, но при этом посыл был такой, ребят, деньги отжали у всех, то есть, уже и физические лица должны, и юридические лица должны, последний, кто не должен, это государство, то есть, должны сейчас засадить еще и государство в кредиты. И то, что мы сейчас видим и наблюдаем, что государство действительно оформляет новые заимствования, они раздают просто так деньги, делают налоговое стимулирование, что неизбежно все-таки отразится в дальнейшем. Мне сложно сказать, что будет следующие 3-6 месяцев, и даже 12. Вещи, которые произошли сейчас в мире, они беспрецедентны, ну то есть, я их больше называть, наверное, не буду, все мы это уже знаем, да, и цены на нефть, и закрытие экономики, и уровень безработицы, и удар по малому и среднему бизнесу, и сфера услуг, что происходит, и с медициной, мы не знаем, что происходит, поэтому мы не можем спрогнозировать, прецедентов нет, нет понимания, как, допустим, остановка всей мировой экономики на 3 месяца, как это может сказаться долгосрочно, ну или хотя бы на перспективу 3-6 месяцев. Мы не можем сказать, что будет у нас пандемия, и поэтому строить прогнозы сейчас, самое лучшее, что может быть в настоящий момент, это рыночный нейтральный портфель. И здесь вопрос очень прост, сейчас не стоит задача зарабатывать, сейчас стоит задача сохранить свой капитал. Второй момент, не нужно тешить себя надеждами, что, как я говорю, на обратной стороне, ребят, от вашего капитала, стоят мастодонты, которые профессионально могут эти капиталы убирать, отбирать у людей, у новичков, они на этом собаку съели. Не надо бросать им вызов, чтобы не получить пулю в лоб, и потерять свой капитал. Другой вопрос, что деньги терять будут все, не то что пугают, но еще раз, представьте себе парадигму жизни парадигмы, постоянно растущих процентных ставок. То есть, капитал будут терять все, и я тоже понимаю, что я его буду терять. И здесь вопрос заключается в том, чтобы не потерять его 100% или 70%, а чтобы потерять максимум 20-30%. И у меня были ресурсы для того, чтобы купить хорошие, классные компании на основе принципов интеллектуального инвестирования и себе уже в инвестиционный портфель, который у меня есть, детям по чуть-чуть и помочь другим людям тоже это сделать. Что будет краткосрочно, предсказать очень сложно, но то, что мир поменялся, об этом очень важно и нужно сказать. То есть, мы понимаем, что мы находимся на сломе концерции, процентные ставки нулевые, ипотека дешевая, при этом недвижимость в принципе может корректироваться. То есть, вот момент перехода вот этого, с нулевых ставок в растущую, его нужно использовать, то есть, вы реально этот момент можете использовать и потом самим себе сказать спасибо. И соответственно, здесь вопрос, что может быть вот таким в следующие 10-15 лет наиболее интересным, перспективным, что может принести сотни процентов. То есть, это будущий Амазон, будущий Apple, будущий Google. Я вам уже сказал, мы сейчас, ребят, с вами находимся в 1965 году, когда Баффет организовывал Беркшер Хэтвэй. Мы все можем сколотить себе состояние. И вопрос нужно думать не только о том, как это сделать, но и вопрос, как ты это дальше будешь передавать. Если вы находитесь здесь, если вы находитесь в сфере моего влияния, у меня сомнений в том, что вы заработаете себе состояние, никакого нет. Вопрос в том, что дальше это тоже нужно передавать и это нужно развивать собственные скиллы, собственные навыки и уже сейчас выстраивать некое взаимодействие со своими детьми. И самое главное, когда мы говорим про антивирусное управление организацией, мы говорим о том, что мир изменился, изменился язык общения предпринимателей бизнеса и потребителей. Помимо важных вещей, связанных с тем, что нужно смотреть фундаментальный анализ, как я говорил, что интеллектуальное инвестирование предполагает возвращение к концепциям стоимостного инвестирования, появляются новые вещи, которые являются не громадным конкурентным преимуществом. Какие компании нужно покупать, смотря не только на финансовые показатели, у компании могут быть хорошие финансовые показатели, но это мертворожденный ребенок. То есть, на что дополнительно стоит обращать внимание, что дополнительно нужно искать на сайтах компании, какую дополнительно раскапывать информацию и где эту информацию брать, чтобы понимать насколько вирусная эта компания или не вирусная, насколько выживет она в современных реалиях или не выживет, насколько общается она на языке новых двух потребителей нового поколения или не общается. Как скорректировать свою стратегию инвестирования, чтобы зарабатывать действительно много в следующие 10-30 лет. Здесь много будет гипотез, здесь очень много будет допущений, но это то, что буду делать лично я, то, что мы будем делать в рамках закрытого клуба инвестора долгосрочно. Вы можете приоткрыть завесу этой таинственности и принять участие в открытом съезде инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова